Зеркало Когда используя зеркало как дополнительную плоскость восприятия, художник применяет приемы удвоения изображения, расширения или искривления визуального пространства картин. Так автопортрет Пармиджанина, написанный художником на деревянной полусфере, дает ощущение образа, увиденного в сферическом зеркале, с неожиданно смелым выходом руки за пределы пространства. Понятие зерцало, как ровной и отражающей поверхности, нередко несет на себе духовную или даже мистическую смысловую нагрузку. Зеркало и притягивало, и бугало. Через зеркальность человек мог установить связи с явлениями внешнего мира. Проникать в мир внутренний мог видеть явное и угадывать тайное. Впервые в европейском искусстве художник Ян Бан Эйк изобразил людей в окружающей их повседневной обстановке, без очевидной связи с религиозным сюжетом. Но однако в глубине комнаты круглое зеркало, как символ всевидящего ока. Пистоном зеркала даны сцены страстей христовых. Зеркальная поверхность отразила фигуры еще двух людей. Явно присутствующих в комнате, но невидимых для зрителей. Очевидно, свидетели обучения. В одном из вошедших художник изобразил самого себя, что подтверждает надпись над зеркалом. Ян Бан Эйк здесь был. Зеркало. Символ удвоения действительности. Граница между посусторонним и потусторонним. Отсюда и суеверия, связанные с зеркалом. Разбить. Накликать беду. Занавешивать зеркало в скорбные дни. Не смотреть в зеркало ночью. В мифах и фольклоре сложился особый мир из-за зеркалей. Иная реальность. Проникновение в которую возможно лишь через зеркало. Из-за зеркания, из темных миров, приходит соблазн во вличии мужчины. На которого, удерживая в руках зеркало, указывает, отворачиваясь, целомудренная обнаженная дева. В магической обрядности зеркало способно не только отражать образ, но и удерживать его. Так сцена гадания выглядит композиция с Марией Магдаленой перед зеркалом. Однако его глубина и чистота, отражающая пламя свечи, относят нас к библейской премудрости царя Соломона, где зеркало без прятен соотносится с чистой Девой Марией. Зеркало улатура становится метафорой духовного света, способности внутреннего всматривания и очищения греховной души. Возможно, что здесь, перед обольстительницей, которая держит в руках заигрывающий с ней кавалет, выступает как атрибут пороков. Развертывание зеркала в плоскости картины нарушает закон отражения. Но этот прием представляет лукавое лицо девушки в наиболее выгодном ракурсе. Стекло коробится волной, своей фальшивой глубиной мир искажает. Ваш лучший день, ваш звездный час, взор морщинок возле глаз преображает. Отравит душу ртутный блеск, подменит истину гротеск. Неумолимо. Не надо верить зеркалам. Смотрите лучше по утрам глаза любимых. Нравственно. Морализующий контекст использования зеркала в картине представляет Жан-Батист Грёс. Невероятный беспорядок, выставляющий на показ атрибуты женского бытования. Изломанное отражение безвольно склоненной фигуры в разбитом стекле. Всё это напрямую связано с подмощенной репутацией молодой дамы. Грёс. Один из любимых художников Екатерины Второй. Свой коронационный портрет кисти Эриксона императрица ценила очень высоко. Художник был первым в русской живописи, кто использовал зеркало в картине. Этот приём позволяет увидеть и каратерину двух ипоставил. Передеда. Женственная и роскошная дама. В зеркале. Чеканные профили властной монархии. Образ в зеркале порой неуловим. Чем больше смотришься в зеркало, тем неувереннее чувствуешь себя. Этот феномен ещё подметил писатель Умберто Эмбер. Утводение зеркала и головки женщины, отсутствие зазора между реальным и отражённым, как будто длит бесконечно этот долгий и печальный взгляд. Как много тайн в себе хранит, привычный всем предмет. Куда нас зеркало манит? Так в чём его секрет? В нём отражается душа, мечта, тоска, любовь. Прошу с мольбою, чуть дыша, открою мне тайну вновь. Совсем иное, одновременно взгляд влюблённых в одно зеркало. Эта псевдо-египетская пара буквально иллюстрирует синтетцию Антуана де Сент-Кузбери. Любовь — не взгляд глазам друг друга. Это взгляд в одну сторону. Эдвард Гилхау тонко подметил роман собственным отражением. Тут и кокетство, и самолюбование, и доверительность. Ведь зеркало не лжёт. Взгляни на милую, когда своё чело она пред зеркалом цветами окружает. Играет локоном, и верное стекло улыбку, хитрый взор и гордость отражает. Прозаический мотив. Утреннее умывание женщины обыгрывается зеркалом. А кто мы светом, бьющимся из реального окна? Свет ликует своей белизной и завораживает мгновение отозвавшейся в зеркальной глади. Сударыня, вас лицезреть никто из земнородных устать не мог бы даже до скончания дней. О, сколько тайных чар и прелести природных заключено в одном движении очей. Вечная тайна женственности. Она приходит в искусство с образом Венеры, изобразить которую стремились гениальные художники прошлого. Роскошная венцанка. Не только заполняет собой всё пространство картины, но и раздвигает его взглядом, уходящим за пределы зеркальной рамы. Неполное отражение Венеры домысливает и оставляет за собой тайну погибных. Не менее сложна композиция Венеры с зеркалом. Пространство как будто зажато между возлежащей и её отражением. Кажется, что прошли годы, прежде чем юное лицо встретилось со своим будущим увяданием в беспощадном стекле зеркала. И целомудренно, и смело, до чресла сияя ноготой, цветёт божественное тело неувидающей красой. Под этой сенью прихотливой слегка приподнятых волос, как много небе горделивой, в небесном лике разлилось. Так вся дыша по фоской страстью, вся млея пеною морской и всепобедной вея властью, ты смотришь вечность пред собой. Образ реальный и отражённый, но это не одно и то же. Глубина философской мысли византицы Григория Паламы подтверждает это. Так наш мир делается видимым в зеркале, оставляя невидимым для нас самих. И кто знает, какие ещё тайны, загадки и ответы таит в себе обманное окно. Беги ногами сердца к храм души, лети на крыльях сердца до меня. Я всё исполню таинством тиши, я всё наполню знанием огня. Я ум нечеловеческого знания, я триединый ум универсальный. Преодолей неверие расстояния, приди в мои владения, в мир, в росталь.